МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА РУДИЯ ПЕДЁРКА РУДИЯ ПЕДЁРКА Наша уникальная телевиктория для школьников. Седьмой сезон. Мы продолжаем. Сегодня у нас самое начало очередной серии-серии, в которой сражаются между собой десятиклассники гомельских и не только гомельских школ. Сегодня слева от меня 36-я гимназия, которую вывела на бой Катя Гавриленко. Катя совершенно недавно выиграла областной конкурс «Лидер». Это тоже дорогого стоит. Справа от меня Катя Краманович во главе замечательной команды Центра творчества детей и молодежи Железнодорожного района. Кстати, руководит этой замечательной командой Светлана Лещенко. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а нашей замечательной игрой руководят, можно сказать, телерадиокомпания «Гомель», а помогает нам гомельский областполком. Очень серьезный. И понимает, что детям нужен ум, знание и все такое прочее. Так что спасибо им, низкий им поклон. Начинаем. Орудие пятерка! Сегодня первая игра серии десятиклассников. Чтобы выйти в финал, нужно сделать две вещи. Первое. Сначала порвать в клочья своего соперника. Фигуральное. На себе не надо показывать. Итак, внимание. Нужно победить соперника, а потом набрать больше всего очков. Вот две команды, которые будут больше всего очков, выйдут в финал. Итак, начало серии десятиклассников в нашей роде пятерки. Начинаем мы с проверки интуиции. Первая ошибка, первый бой, первый звон клинков на дальние пока дистанции. Катя Гавриленко, Катерина, кого отправляете на нашу блеф-игру, на нашу донетку? От нас пойдет Вова. Володя, готовьтесь. Катя Карманович, у вас герой? От нас пойдет Аня. Итак, Владимир против Анны. Вперед! Все, что вам нужно сделать на нашей блеф-игре, это выжать кнопку и ответить да или нет. Потому что я буду иногда говорить абсолютно правдивую информацию, а иногда буду лукавить. Вот нужно меня поймать на вранье. Итак, внимание, поехали. Верите ли вы, что жалейка – это струнный инструмент? Анна? Да. Нет, явно вы никогда не видели жалейку. Жалейка – это такая дудочка костяная, на которой играют белорусские пастушки. Так что пока 0-0, никто никому ничего не принес. Играем. Верите ли вы, что в 1965 году городу Бресту было присвоено звание «Город-герой»? Прошу, Владимир. Нет. Нет, городу Бресту ничего никогда не присваивали. Присвоили только Брестской крепости звание «Крепость-герой». 5 очков, 5-0. Играем дальше. Верите ли вы, что Средиземное море относится к Атлантическому океану? Аданна? Нет. Как нет? Оно же через Гибралтар с ним соединено. К чему же ему еще относиться? Играем. Верите ли вы, что янычары – это японские воины? Да. Нет. Да, японские воины – это самураи. А янычары, еничери, новое войско – это турецкие воины. Браво! И еще 5 очков. Владимир приносит команде из 6-й гимназии. И заканчиваем. Евреев из Египта в свое время вывел именно Моисей. Владимир? Да. Да, было такое дело. АПЛОДИСМЕНТЫ И если я не ошибаюсь, 15-0. Лихо повела. 36-я гимназия. Но все еще впереди. Впереди еще вся игра. Дуэль-игра перед нами. Вперед! Итак, дуэль-игра. 5 боев, 5 поединков, 5 дуэлей между нашими участниками. Каждый бывает у игровой стойки. Итак, прослушайте темы боев. Наша Беларусь. Зоопарк. Все о животных и не только. Пыль веков. Историческая тема. Страны и континенты. Вспомним географию. И в мире прекрасного. 5 секунд, что решить, кто такую тему на себя возьмет. 5 секунд. Первая это что? Первая это моя девочка. Потом иду я на зоопарк. У меня это все вилья. Вилья сама захотела. Это не наша. Время истекло. Катерина Герасименко. Наша Беларусь. Кто знаток родной страны? От нас пойдет Евгений. Евгений. Благодарю вас. А Катя Кроманович у вас? А у нас это Ваня. Итак, Евгений против Ивана. Вперед! Ваня! 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 Итак, внимание. Наша Беларусь. Он обитатель пущи и символ Минского автозавода. Прошу. Зубр. Зубр. Абсолютно точный ответ. В этом месяце 2016 года будет проведена деноминация белорусского рубля. Фальстарт. За этим очень строго следит наш электронный судья. Прошу вас. Июнь. Июнь 1 июля. Так что вот рано поторопились вы. Не идите в июне менять деньги не дадут. Играем дальше. В этом мемориальном комплексе есть скульптура «Непокоренный человек». Да. Хатинь. Это абсолютно точный ответ. Да. Играем. «Нощи преподобной святой Ефросиньи Полоцкой в начале 20 века вернули из Киева в этот город». Да. «Полоц». Конечно, на родину. Вы правы. Размочили. И заканчиваем. Это здание в Минске сравнивают с бриллиантом. Прошу. «Национальная библиотека». Абсолютно точно ответ. Да. И ого. Вот это начало. 36-я гимназия. 5 очков всего Навтева у Центра творчества Железнодорожного района. Ну что, следующий бой. Вторая тема «Зоопарк». Ну как интернет без котиков, наша игра без разной живности тоже не может обойтись. Разные будут у нас зверушки. Поэтому, Катерина, кто идет в бой? Пойду я. Котиков любите? Да. Хорошо. Кстати, котиков не будет. Катя Карманович, кто? Аня Шулганова. Вперед, Катерина Проливанны. АПЛОДИСМЕНТЫ! 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 Поехали. С помощью этого животного, так сказать, мы управляем компьютером. Катя? Это мышь. Да. Это мышь. Вот она какая. Тиранозавр – это хищный ящер или травоядный? Катя? Я считаю, что это хищный ящер. Хищный ящер. Тиранозавр, тиран. Да, он когтями рвет, зубами жует и поплевывает. Хищный, правильно. Тигры принадлежат к этому семейству. Фальстарт, фальстарт у вас, Аня. К сожалению, у Кати есть три секунды. Я считаю, что принадлежит к семейству кошачьих. Кошачьих – это правильный ответ. Вот самая крупная кошка вообще. В это время года рождаются маленькие медвежата. Катя? Это весна. Весна, даже не шибок с вами. Аня, у вас есть шанс. Зимой. Зимой, конечно, в берлоге. Медведица там спит, проснулась, а уже там она народила полную берлогу. Играем дальше. Это животное изображено на гербе Австралии. Да, Анна. Кенгуру. Там еще страус есть, но я засчитываю. Конечно же, кенгуру тоже животное. Так что, браво! Вот сейчас такая более-менее была равная игра. Еще тоже немножко выровнялся. 45-15 начали. И следующий бой. Итак, пыль веков. Историческая тема. Кто дружит с историей в 36-й гимназии? От нас пойдет Владимир. Владимир дружит с историей. Владимир – это ваш последний выход к стойке. Больше двух раз у нас не становится в бою. Катя Громанович. Дима. Итак, Владимир против Дмитрия. Вперед! Правильный капитанский ход. Очень такой спокойный, надежный Владимир вышел. Уперся в стойку. Положил руку на кнопку. Сейчас он покажет, что он знает историю. Поехали. В состав этого государства требуется точный ответ. Вошли белорусские земли после раздела «Жечи посполитой». Да, Владя. Российская, Россия. Я просил точно ответа, прошу, у соперника. Российская империя. А вот это точно ответа, Российская империя, да. А в этом русском городе все важнейшие вопросы решала «Веча». Неужели не рассказывали вам по истории «Новгородская веча», «Новый город», «Новгород», соперник Москвы, играем. Она стала императрицей после Петра Великого. Прошу. Екатерина Вторая. Екатерина Вторая немножко позже была, прошу, у соперника. Екатерина Первая. Первая, это правильный ответ, да. Перехвалил Владимира. Владимир, я теперь больше люблю вашего соперника, можете спокойно жать. Этот кардинал фактически правил Франции при Людовике Тринадцатом. Прошу. Ришелье. Арман Джан Дю Плеси, он же кардинал Ришелье. Да, вы правы. И заканчиваем. Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских воинов. Так звучит его донесение царю после Бородинского сражения. Кто же докладывал царю, что все хорошо, прошу. Суворов. Суворов к тому времени помер уже, к сожалению. А то бы он разгромил Наполеона в пух и прах. Володя, у вас есть шанс. Кутузов, конечно! Конечно же! 50-30. Владимир удержал счет, но тем не менее, следующий бой страны и континенты. Играем! Кто у нас любит гулять по глобусу или хотя бы по карте, или хотя бы по родной стране с рюкзаком за плечами? Катя. У нас идет Эвелина. Эвелина, да. Комплекция у нее такая вполне спортивная. Катя. Это буду я. Итак, Эвелина против Кати. Вперед! Итак, поехали. Континент, континент, можно назвать еще вот этим исконно русским словом. Ну, само слово континент заимствует, а вот русский называют просто матерая земля или материк. Ой, играем. Это государство находится на острове Гренады. Простой-простой вопрос. Гренада. Гренада, отлично. Этот район Лондона находится на нулевой долготе. Гринвич. Гринвич, да. Этот континент открыла экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева. Антарктида. Это правильный ответ. Ну и заканчиваем. В этой стране, как известно, есть поле чудес. Тихо, 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 тихо. Не говорите, что в России. Это не поле чудес. Все поздно я уже стал комментировать. Поле чудес – это капитал шоу. А на поле чудес в стране дураков. Это в книжке про Боратино. 50-45. Катя практически сравняла счет. Браво! Сейчас мы с вами окажемся в мире прекрасного. Мировая художественная культура, общая культура и так далее, и так далее, и так далее. Я догадываюсь, кого отправит в бой Катерина. Кого? Мы отправим прекрасную Ксению. Великолепно. А кого прекрасного найдет в своей команде, Катя Карманович? Пожалуй, это будет Даша. Ага, Ксения против Даши. Вперед! Итак, в мире прекрасного. Этого художника-мариниста звали Иван Констинч. Да. Айвазовский. Айвазовский, он же Айвазян, да. Персонажи-антагонистки этого балета Чайковского – Адетта и Адилия. Да. Лебединое озеро. Да, одна в черной пачке танцует, другая в белой. Вы правы. Обычно, кстати, это одна балерина. Это чудо света было построено, как известно, в Вавилоне. Да. Сады Семирамиды. Да. Шамурамат, Витячие сады. Вы правы. АПЛОДИСМЕНТЫ Этим греческим словом называют искусство работы с глиной. Греческое слово. Да. Керамика. Браво! Отлично. АПЛОДИСМЕНТЫ И последний вопрос. Ну, все вы видели, какие украшения надела Мона Лиза, позируя Леонардо. Итак, все вы видели портрет Моны Лизы, она же Джоконда. Три, две, одна. Да никаких украшений нет у Моны Лизы на картине Леонардо. Все сто раз видели и начинают вспоминать, она сама украшение картины и украшение мира. Является картина украшением Лувра, где она находится. 60-55. Щет по-прежнему с разрывом идет минимальным. И мы начинаем тест игру. Поехали! Тест игра у нас сегодня первая из стихий, к которым ближе всех, земля. Ну, всего у нас стихий 4 считается, у китайцев другие стихии, их больше, но дело не в том. Итак, у нас сегодня земля. Все о земле. Катя Гавриленко, кто у вас самый такой земной человек? Это, конечно же, наш Евгений. Евгений, вижу, мужик такой крепкий, двумя ногами стоящий на земле. Катя Краманович, а у вас? Это я. Земной человек. Нет, по-моему, такое воздушное создание сельфида. Но, тем не менее, вперед, ребята! Евгений против Кати, руки на кнопочку, ребята, у нас уже на кнопке играется тест игра. Итак, внимание, начнем. Мистики называют духами земли. А. Гномов. Б. Эльфов. Ц. Людей. Прошу. Ответ Б. Эльфов. Ну, какие же не духи земли? Они такие воздушные все, астральные. Катя, у вас есть шанс? Получите 5 очков, если... А. А гномов, конечно, их в земле ковыряются. И, если я не ошибаюсь, счет сравнялся. Играем. Согласно Аристотелю, стихия земли – это сочетание А – тепла и сухости, Б – тепла и влажности, и С – холода и сухости. Да, Катя? Б. Б – тепло и влажность? Нет, ну что вы. Мать сыра земля. Может быть. На самом деле я не прав. Прошу вас, Женя. А. А. Тоже я не прав. Холод и сухость. Аистотель не знал, что мать сыра земля, он считал, что она сухая. Ну, в Греции, да, в Греции суховата. Играем. Архипелаг Огненная земля находится. А. Близ Южной Америки. Б. Возле Африки. С. Рядом с Камчаткой и у Кати уже фальстарт. И Женя спокойно может назвать букву. А. А, конечно, близ Южной Америки находится Архипелаг. Русская крестьянская присказка. Называет землю матушкой. А вот батюшкой она называет. А. Ветер. Б. Дождь. И. С. Навоз. Да. А. Ветер. Земля матушка. Ветер батюшка. Все унес. Ничего подобного. Катя. Б. Б. Дождь. Все смыл. Ребятушки, не внесешь навоза в землю. Никого урожая не вырастешь. Земля матушка. Навоз. Батюшка. Простая крестьянская присказка. И заканчиваем. У греков покровительницей земледелия была богиня. А. Афина. Б. Гера. И. Ц. Деметра. Прошу. Б. Б. Гера. Гера покровительствовала супружеску, семье и всему остальному. Катя. Ц. Деметра. Деметра, конечно же. АПЛОДИСМЕНТЫ И Катя снова догоняет 70-65. Минимальный разрыв равна игра, любимая наша сейчас будет, слайд-игра, игра с картинками. Поехали. Итак, простая азбука на слайд-игре. Одно удовольствие для игрока. Стоишь, смотришь на экран, появляется картинка с буквой, и ты легко и просто называешь, что перед тобой. Кто может это сделать в команде Кати Гривленко? Я думаю, это я. Легко сможете сделать. То есть картинки. Видите, буквы знаете. Посмотрим. А, уже неуверенность. То ли картинок не видит, то ли буквы не знает. Хорошо? Катя Карманович, кто у вас? У нас это Даша. О, Даша. О, Даша, это не просто вам так. Даша, это хороший игрок. Вперед. Вперед, вперед. Вперед. Вы как выигрывающая команда. Выигрывающая команда у нас пока 36-я гимназия. И поэтому мы начинаем слайд-игру с Катей. Катя, слайд для вас. Прошу, на весь экран. Как гора называется? Гора называется Альп. Альпы называется. Альпы это горная система целая. Может, Даша ответит? Может, это Арарат? Ну, заметьте, вот такая вот архитектура чисто кавказская, грузинско-армянская. Да, конечно, это Арарат 10 очков получает Даша. Браво, Даша. Дарья, продолжаем с вами. Слайд на букву Б. Может, это булыжник? Булыжник, да, нет, какой булыжник. А может быть, Катя? Может, это брусчатка? Брусчатка – это бетон, который выливается из бетонной мешалки. Хорошо. Катя, что перед вами? Может быть, это веросок? Веросок или вереск принимается. Конечно, 15 очков. Отлично. Играем мы с Дарьей. Дарья, что перед вами? Так, фигурально изображено, вот, как раз по Эйнштейну. Это гелиоцитрическая система. А что внутри тогда Земля? Прошу вас, Катя, может, вы знаете? Может быть, это гравитация? А я вот только открыл рот, сказать, а еще фильм есть такой с Джорджем Клуни и Сандрой Балак. Да, вот так гравитация, то есть это прогиб пространства, если верить Эйнштейну. Вы абсолютно правы, 10 очков Катя заработала на подборе. Играем с Катей, хорошо? Катя. Я думаю, что это дембель. Дембель? Ну, в принципе, да, воротник. Вот так, ремень возле колен, аксельбанты, крутой дембельский костюм. Да, вы правы, отлично, это дембель. Даша, играем с вами. Может быть, это Елена Прекрасная? Это именно она, Даша, отличный ответ. Катя. Тишина. Может быть, это... Спасибо, фиолетового цвета. Даша. Тишина. Что? Это жандарм просто-напросто в исполнении Луиды Финесса, герой очень многих французских комедий, целой серии. Итак, играем с Дашей. Даша, одним словом их назвать. Это земноводные. Земноводные, великолепный ответ. Катерина. Я думаю, что это инерция. Инерция? Что у вас по физике? Завтра будет меньше. Даша. Иллюминация. Иллюминация. И у вас еще будет меньше по физике. Это электромагнитная индукция. Ну, неужели не узнали? Хорошо. Дарья, ваш шанс. Даша. Это керамика. Керамика? Ой, господи. Катя. Это кулич. Это не кулич. Это свадебный каравай. Вот он какой. Итак, после слайд игры у нас 110-105. Минимальный разрыв в пользу 36-й гимназии. 5 очков. Аплодирует команда из студии. Катя. Аплодирует команда из студии. Даша. Блестяще играли. Блестяще. Очень красиво ошибались. Это тоже нужно уметь. Ну, а у нас финальная риск-игра. Вперед, поехали. Риск-игра. Единственный бой у нас с минусами. Отвечаешь правильно, получаешь 20 очков. Отвечаешь неправильно, с твоего счета уходят 20 очков. Не только с твоего, со счета команды. А команда стоит за спиной и скрижащит зубами. И точит когти, чтобы потом вам рассказать, что вы самый гениальный игрок в мире. Итак, внимание. Катерина, кто остался у вас? Кого отправляете на решающий бой? У нас пойдет Ксения. Ксения. Катя Краманович, у вас? Дима. Дима. Итак, Ксения против Дмитрия. Вперед! Очень серьезный Дмитрий и очень веселая Ксения. Итак, поехали. Риск-игра. Начинают тему, повторяют темы игры дуэльной. Цветы этих двух растений на гербе Беларуси. Ксения. Лен и клевер. Браво! Синие цветочки – это Ален, фиолетовые – это клевер. И счет встал 130-105. Играем. Зоопарк. Это имя носил немецкий танк Т6. Да. Тигр. Тигр абсолютно – это точно ответ, да. 130-125 равная игра. Пыльвиков. Он командовал британским флотом в битвах при Абукире и при Трафальгаре. Да, Ксения. Капитан Нельсон. Ну, он был и капитаном, но был и адмиралом в том числе. Ну, капитаном корабля. Адмиралом он был по званию, капитаном был по должности. Да, принимается. Нельсон прозвучало. Страны и континенты. По данным современной науки, человек появился именно на этом континенте. У вас пять вариантов. Антарктида не считается, да. Африка. Африка. Блестящий ответ. И снова счет выравнивается. Решающий вопрос. В мире прекрасного. Имена этих великих мастеров эпохи Возрождения взяли себе черепашки, Ниндзя. Да. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Донателло, Рафаэль. Да. 150-165. Дмитрий на последнем вопросе вырвал кнопку и дал правильный ответ. Команда красных победила Центр творчества детей и молодежи Железнодорожного района. А, кстати, вот эти сладкие призы. Ну, вам, чтобы отметить победу, вам, чтобы немножко подсластить. Но на последней секунде очень обидное поражение с минимальным счетом при равной игре. Вот эти сладкие призы предоставлены нашим постоянным партнером. Мойкой самообслуживания на солнечное объездное 4Г. Дешевая автохимия, очень быстро и легко можно пропылесосить, помыть автомобиль. Есть даже мойка самообслуживания, ручная мойка. Есть специалисты, сам проверял, очень классно. Самомойка, объездное 4Г на солнечной. Заезжайте ту-ту. Итак, 165 очков. Мы вносим эту цифру в память нашего компьютера. Претендент на выход в финал команда Катик Романович. Они такие красно-желтые у нас сегодня. Посмотрим, какие они будут в финале. Итак, внимание, осталось 3 отборочные игры. Ну, а потом финал. Кто там будет? Ну что ж, ищите нас в программе. Включайте телевизор. На третьей кнопке смотрите нас. Орудит пятерка. Смотрим пятерку. Получаем десятки. Орудит пятерка. АПЛОДИСМЕНТЫ